И так, ну что ж, ариару мои маленькие любители покушать и всего того, что покрыто камнем у микрофона, как всегда ваш покорный слуга Мамору, и это великолепная сборочка Майнкрафт Тонблок 3. За кадром, как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, произошли кое-какие глобальные в каком-то смысле изменения. Наша сейчас база выглядит немножечко иначе, нежели она выглядела в предыдущей части. Это связано с тем, что я затеял здесь глобальную перестройку, чисто в эстетических целях для красоты и, наверное, окружения. Тут нет ничего такого, просто, по большей части, обычный декор. Здесь у меня стоят гаражные двери, которые открываются, и здесь уже распределены у нас некоторые модули базы. Как я говорил в предыдущей части, я займусь основательным модом механизм, и вот я здесь, наверное, проработал большую часть времени. Здесь у меня размещены такие же сторидж-контроллеры, и через них это все реализовано. Самая трудная часть была именно с этими инфьюзерами, в которые мне пришлось в принудительном порядке закачивать жидкость, получается, которая преобразует различного рода инструменты, и вы сверху можете видеть, какие инструменты я тут могу преобразовывать. Допустим, сюда закачивается карбон, который преобразовывает у нас железо сначала в смесь, уже потом в стальную пыль, и вот так вот у нас различным образом здесь появляются разные инструменты. К сожалению, как бы я ни хотел, мне не удастся здесь организовать точное количество предметов, то есть, допустим, два угля и один железо на один вот такой вот процессор, чисто из-за того, что идет какой-то конфликт модификации механизма и мода рефейный сторидж. Но не стоит расстраиваться, ведь у нас все это хотя бы так вот работает, и, в принципе, можно сказать, что меня так все устраивает. Здесь же у меня разместились остальные вещи, крафты которых, возможно, мне когда-нибудь понадобится. И вот так вот наша сейчас база по механизму выглядит примерно. В эту печку я запихнул улучшение, и, соответственно, все машины базовые из механизма преобразованы до ультимативного уровня, что, в принципе, не составляет никакого труда, благодаря тому, что у нас здесь есть автокрафт всех схем, которые мы только могли бы здесь скрафтить. Здесь у меня появилась, благодаря этому, броня из Refinet Obsidian, которая создается не сильно сложным образом на Осмиум компрессоре, благодаря Refinet Obsidian и Осмиум. А Refinet Obsidian это обычная обсидиановая пыль, обогащенная алмазами в вот этой вот печечке. Следующие изменения, наверное, казнулись вот этой части с модом Create. Я просто добавил немножечко здесь себе побольше автоматизации. Допустим, я автоматизировал себе некоторые элементы с помощью пресса, и некоторые пластины теперь у меня производятся в автоматическом режиме. И, по-моему, здесь тоже все. Ну а то, что касается того, что мы строили с вами в предыдущей серии, и то, что занимается обогащением ядер из мода ПАВАХ, у нас сейчас выглядит вот таким вот образом. Миленько, аккуратненько и минималистично. Но также стоит сказать, что я себе здесь скрафтил атомный разборщик, он мне всегда нравился, и больше всего нравится то, что он может менять здесь режимы только так, как мы захотим. Фирма нашей мобов тоже подверглась изменениям, основные изменения, то, что я должен сделать ее таким образом, как она изначально должна была бы здесь работать. Здесь у нас есть два режима работы этой фирмы. Первая модификация, это вот этот рычаг, отвечающий у нас за то, что здесь включается полностью свет, и мобы у нас не спавнятся. Соответственно, наша производительность в каких-то моментах улучшается, благодаря тому, что у нас здесь стоят светильники, и на спавнере у нас тоже есть вот такой вот редстоун линк, который и позволяет нам постоянно включать и отключать спавн этих самых агрессивных мобов. А второй рычаг отличает у нас за возможность активации вот этих вот вращателей-убивателей, которые здесь расположены. Ну а система сортировки, в принципе, здесь никаким изменениям и не подвергалась. И вторая у нас здесь фирма также появилась, и она здесь немножечко уже другого формата. Здесь у нас размещена обычная фирма дружелюбных мобов, и это все у нас возможно благодаря тому, что я с помощью лутбегов смог выбить вот этот вот Dialight Dirt, который и позволяет мне здесь спавнить дружелюбных монстров, которые с помощью вентиляторов и убивателей, которые также без проблем включаются и выключаются, добывают с них полезные ресурсы, которые уже помогут мне в дальнейшем. Я решил сейчас уже начать их добывать, потому что я как посмотрел, как поизучал, они в огромных масштабах потребуются нам в создании экстремальных крафтов. Это энгеймовские вещи, которые просто будут здесь очень сильно необходимы, и лучше сейчас их себе заиметь. На этом, пожалуй, все изменения на базе и закончились. Ну а сегодня же, как я и говорил, я хотел бы заняться тем, что начну наконец-то производить нормально эту энергию. У меня здесь стоит энергетическая ячейка, которая в себя вмещает 24 биллиона FE. Это очень большое количество, которое заполняется здесь, наверное, несколько часов, и до сих пор не может заполниться с помощью даже термоядерных генераторов нитро. И все это без проблем у нас получится реализовать, если мы здесь построим ядерный реактор. Я уже здесь себе подготовил автоматические крафты нитро-реактора, и уже себе заимел 36 штучек этих самых кейзингов реакторов. В их крафте вообще нет ничего сложного, и без проблем у нас получится его где-нибудь, допустим, вот здесь вот разместить. Достаточно лишь один раз тыкнуть, все предметы у тебя из интеря сразу заберутся, и он сразу же здесь без проблем построится. И здесь нас встречают очень недружелюбный, очень агрессивный в каком-то смысле интерфейс, но сейчас мы во всем разберемся. Здесь мне понадобится плаг, чтобы помещать энергию из этого генератора вот в эту энергетическую ячейку. И когда у нас будет здесь энергия, то все у нас будет замечательно. Здесь мне понадобится несколько предметов, которые должны будут запиховываться в этот реактор. Для этого мне потребуется, наверное, здесь выкопать себе небольшое пространство и пустить кабеля для того, чтобы это все можно было размещать. Сейчас мы все вот это вот лишнее заделываем здесь, берем ковер, закрываем кабель, который здесь не нужен. И для того, чтобы реактор у нас работал, в этот экспортер я должен поначалу разместить редстоун, который будет уже сюда успешно закачиваться. Также в этот самый экспортер я должен буду в обязательном порядке запихнуть крафтинг апрейт, запихнуть улучшение на то, чтобы он сразу запиховывал стаки. Крафт у него тоже достаточно легкий. И не будет, конечно же, лишним парочка ускоряющих апгрейдов. Все, редстоун у нас успешно сюда поместился. Следующий нужен сюда карбон, то есть обычный уголь. С этим тоже нет успешно никаких проблем, и уголь здесь тоже появляется. Температура реактора, тем не менее, начинает немножечко расти, и это нам только на руку. Последний и немаловажный здесь ингредиент, это вот такой вот Dry Ice, который мы должны как-то здесь себе получать. И самый его, наверное, эффективный способ получения, это при помощи голубого льда, который я пока не знаю, как получать, если честно. У меня есть здесь парочка голубого льда, который, по-моему, мне здесь падает только благодаря вот этой вот системе. И да, он здесь у нас есть. Меня абсолютно не устраивает то, что вся наша система будет зависеть только от того, как вырабатываются у нас монстры. Поэтому, наверное, мне в будущем придется сделать еще парочку улучшений для того, чтобы у нас вырабатывался тот самый необходимый нам материал. Я имею в виду голубой лед. Я хочу сказать, чтобы у меня появилась вот здесь вот еще одна ячейка. Здесь у меня были изумрудовые курицы, которые бы смотрели в сундук, и у нас производился бы этот самый лед. Только в таком случае, мне кажется, это будет работать в необходимом масштабе. Ну а пока мы просто добавляем рецепт сухого льда. Его мы размещаем в энергетический орб. И давайте, не знаю, около стака закажем. Он потихонечку пошел крафтиться. Медленно, конечно же, но ладно. Сейчас мы его, получается, сюда размещаем. И у нас успешным образом весь сухой лед попадает в наш реактор. И благодаря апгрейду на крафт, он будет заказывать необходимое количество системы. И он будет докрафчиваться у нас, пока в этом есть необходимость. И, соответственно, то, что нам, в принципе, здесь было самое необходимое, это топливо для реактора. Реактор запитывается при помощи уранита, который можно создавать несколькими способами. И самый простой, который мне здесь доступен, при помощи вот такого вот незамысловатого рецептора. При помощи слитка урана мы получаем на том же орбе этот уранит. А обычный уран у нас без проблем получается с помощью куриц, которые у нас приносят просто тонны каких-то этих самых ресурсов. Благодаря чему я могу без зазрения совести этот уранит сюда вот запихнуть. И он должен помещаться у нас в систему. Все это успешно пошло, и пошла у нас выработка. И мы видим то, что генерация происходит не так уж, чтобы и быстро на самом деле. Хотя хотелось бы побыстрее. Я совершенно здесь забыл о том, что мне необходимо запихнуть в этот реактор воду. Для его охлаждения. И, в принципе, одного ведра этой жидкости вполне мне хватит на бесконечное количество времени. И по итогу наша выработка составляет 450 фезотик. Это именно те масштабы, которые меня интересовали. И, в принципе, я очень сильно доволен результатом. И наш реактор таким образом успешно работает. У нас приносится здесь тонны энергии. И благодаря тому, что я здесь скрактил себе тонну этих самых батарейок, я могу до бесконечности расширять эти масштабы. И теперь мне 25 биллионов фезотик. Не знаю, нужно ли мне такое количество энергии. Не нужно, но пускай она будет, как буферный вариант. Для того, чтобы этой энергией пользоваться в полном масштабе, мне потребуется плеер-трансмиттер. Рецепт крафта, которого я себе, конечно же, не приготовил. Теперь же я это исправил. И у меня здесь есть крафт нитроуровня трансмиттеров. И для его крафта, получается, мне будет не хватать, конечно же, Ариал Перу. Вот она получается. Сейчас я ее себе заимею. И для того, чтобы она превратилась из вот такой в такую, мы, по идее, должны ее на зомби или хаска использовать. С этим, думаю, никаких проблем не будет. Мне просто нужно его найти. А вот сразу и зомби, спавнер их. И вот у нас появилась эта самая ячейка. Так, погодите, паучки, не бейте меня. Я должен отправиться домой. Конечно же, я отправился в Атмицу дома. Мне придется сейчас далеко лететь, но ладно. А когда же я дома, я могу эту ячеечку сюда кинуть и заказать себе крафт трансмиттера уровня нитро. Даже себе я получил ачевмент за это. Его, допустим, я где-нибудь здесь себе могу разместить. В нем уже есть энергия. И, по идее, он мне должен эту энергию поставлять, наверное. Для того, чтобы он заработал полностью, по-моему, мне нужно создать вот такую вот карту. Ей я должен тыкнуть на эндермена. Чтобы точно не было проблем у нас с тем, чтобы в каких-то изменениях у нас не было таких вот ошибок. И теперь самая главная проблема. Найти опять-таки этого самого эндермена. Я думаю, без проблем это у нас получится сделать вот в таком вот нэзерданже. Все у нас получилось. Вот это вот забить карту. Shift правая кнопка мыши. Теперь эта карта забита на меня. И, во-первых, мы попадаем в данж, где еще никогда не были. Но мы сюда, и мы еще успеем прийти и здесь залутаться. Но, во-вторых, я опять-таки лечу домой. На этот раз, надеюсь, не перепутаю. И вот эту карточку я закидываю вот сюда. И получается, теперь у меня все предметы в инвентаре будут запитываться постоянно с помощью вот этого трансмиттера. Где бы я ни был, в каком бы измерении я ни был, и это успешно должно работать. Я, конечно, не специалист, но, по-моему, также мы вот этот вот трансмиттер должны будем запитать. И да, он у нас успешно пошел запитываться при помощи гейта обычного. И так он у нас получается беспроводная бесконечная энергия. Также я себе хотел бы заиметь философский камень. Крафт у него элементарнейший. Благодаря этому философскому камню я могу сделать очень много интересных вещей. И одна из таких вещей это вот этот вот лайфстоун. Для его крафта понадобится соулстоун и бадистоун. По отдельности, по-моему, они у нас отвечают за то, чтобы восполнять жизни и восполнять еду. И, по идее, мы должны, по-моему, его как-то активировать. Это, конечно же, нужно сейчас будет протестировать, как это работает, активен ли он. И мне кажется, это прекрасная возможность сделать это в том самом данже. А философский камень, как ни странно, мне нужен был для того, чтобы производить и начинать вот эти вот пакела. Это очень универсальный и очень классный предмет, который здесь только могли придумать нам разработчики. Потому что мы его так только размещаем, все мобы, которые находятся в радиусе от него, должны отталкиваться. Но почему-то этого не происходит. Я думаю, все потому, что просто это шалкеры, на которых отталкивание не действует. В любом из случаев мне потребуется зачистить, я думаю, здесь большую локацию, размещая латерны. И мега торчи для отпугивания монстров. Ну а после стандартного убийства шалкеров. Ну и как-то так. Большая часть шалкеров зачищена. Остальные, наверное, не будут так сильно мешать. И можно собирать весь лут, который здесь у нас возымеется. Но на самом деле, по большей части, тут для нас, у которых уже есть очень сильно имбовые вещи, наверное, вряд ли что-то будет полезное. Самое, наверное, приятное, что можем здесь улутать, лежит на этом корабле. Но в итоге, как я и говорил, вообще ничего на самом деле полезного нет. А, вот в чем оно дело. Просто нужно было активировать. Активация происходит на чейндж мод, который можно найти в Project E в клапочку K-Bins. И тогда у нас теперь точно не будет вообще никакой потребности в восполнении здоровья и голода. Я думаю, мы можем успешно пойти и отправляться на монстров пострашнее, чем находится у нас в этом самом данже. Данж с монстрами пострашнее я уже находил. И мы можем в него отправиться. И вот это вот такая вот арена. Я здесь уже полутался. Залутал кучу сундуков, которые здесь находились. На самом деле, там тоже в большей части бесполезный лут. Здесь лишь были толпы мобов, которые по большей части, наверное, нам были не нужны здесь. Самое главное, что я могу здесь себе вот эти вот пекела разместить в такой вот небольшой кружок, так скажем. И я буду уверен, что все мобы, которые будут здесь спавниться, а мы будем здесь спавнить мобов для призыва, будут оставаться в обязательном порядке в круге. Для того, чтобы призвать босса этой сборки, нам нужно, по-моему, что-то очень сложное и непонятное. Вот, нам нужно соблюсти вот такой вот крафт. Теплые кристаллы, холодные кристаллы, яйца и ритуал стартер. Ритуал стартер у нас есть. Теплые шарды у нас тоже есть. И холодные у нас тоже в наличии. К сожалению, они в ограниченных масштабах. Но потом, как я вижу, их можно будет тиражировать, так что ничего страшного. Так, для призыва по 16 штучек. Яйца, кристаллы и каталист. По идее, как-то призыв у нас активируется. Давайте на всякий случай я воспользуюсь себе здесь луком. И вот он, босс. И как я и говорил, она не может выйти за пределы этого круга и остается в нем. И если я сделаю так, что этот круг будет еще меньше, Мать Сильверфиш будет оставаться в еще меньшем круге. Ну ладно. Сейчас мы можем в таком режиме с ней сражаться. Она нам не способна нанести вообще никакого урона. Благодаря нашей броне, в принципе, и постоянной регенерации от амулета. А мы ей наносим какой-то очень маленький дамаг. Но я думаю, потом мы какое-нибудь более универсальное оружие против нее применять будем. И ничего страшного в этом нет. Готово. Очень простой босс, на самом деле. Но очень замороченный в плане призыва. Так что я думаю, в будущем мы обязательно разберемся, Как ее фармить в безграничных масштабах. Сейчас самый полезный предмет, который мы из нее получили, Это ее сердце, которое используется в гигантском количестве разнообразного рода крафтах. И понадобится нам в больших объемах, наверное. Например, она используется в тех же самых крафтах предметов из темной материи, Которые потом без проблем увеличиваются до предметов из красной материи. Наверное, я за кадром еще побегаю, поищу ее призывалки. И мы обязательно с вами займемся в следующей возможности серии Созданием автофермы с этой самой матерью. Ну а из ее яйца я пока что делать, наверное, ничего не буду. За ненадобностью и, наверное, необходимостью. Наверное, последний ингредиент, последний крафт, наверное, Который я хотел бы здесь сделать себе. Это вот такие вот часы, смотрящего за временем. Очень универсальный, очень классный предмет из мода Project E. И мне понадобится здесь сделать его автоматизацию. Для его автоматизации потребуется 6 раз прогнать обычные часы Через вот эти автокрафтеры. Я, по-моему, не говорил об этом, Но я здесь себе создавал систему автокрафтов из мода Create. Вот эти вот традиционные механизмы. У меня не получилось нормального автокрафта, сугубо потому, что они получаются с 80% шансом. Как сказать машине, чтобы она воспринимала это адекватно, не понимаю я. И пока что я думаю над этой проблемой, но в любом из случаев у меня есть здесь заготовка под автокрафт, наш будущий. Блоки темной материи у меня крафтятся автоматически. Глоустон автоматический. И обсидиан, по-моему, тоже у меня автоматически появляется. Так что нет никаких проблем сделать так, чтобы часы смотрящего со временем у нас появлялись. Проблема лишь в том, что нужно сделать здесь 6 повторений. Настроить на 6 штук каждого предмета, и получатся одни часы. Предмет для крафта я кладу себе вот сюда, вот сторож контроллер. Теперь я должен здесь вот создать паттерн для часов. Здесь создать паттерн для темной материи. Глоустона и обсидиана соответственно. По идее все готово. Сейчас мы просто нажимаем на создать, и у нас должен был пойти крафт. И вот он пошел. У нас создался здесь предмет. Часы смотрящего со временем, но у нас он не завершенный предмет. Именно поэтому у меня здесь есть сундук, в который я должен этот предмет запихнуть. И как только он окажется у нас в ME-системе, он должен отправиться обратно в этот сундук, а после чего попасть на конвейер. И так я должен проделать с каждым этапом часов, пока мы не достигнем нужного результата. И вот они у нас готовы. Сейчас давайте попробуем, не знаю, штучек 7 еще себе заказать. Он пишет то, что у нас всего доступно, и мы смотрим, как все это начинает здесь создаваться, без нашего абсолютного участия, и полностью автоматически. Здесь часы начинают складироваться, и все это работает наилучшим образом. Эти часы очень сильно на самом деле мне понадобятся. Для них понадобится также пьедестал, создание которого тоже вообще ничего такого нет. Его мы создаем, и сразу отправляемся вот в это карманное измерение. У меня, по-моему, вот одна из куриц здесь отвечает за то, чтобы производить Незерские звезды. Еще в прошлой серии я думал над тем, как бы сделать мне так, чтобы у меня эти Незер звезды производились. Я думал убивать визор скелетов, думал как-то автоматизировать эту ферму. Но зачем, если у них есть и ЭМЦ, и мы можем без проблем заниматься вот этой вот фермочкой? Ставим здесь пьедестал, на него размещаем часы, и активируем правую кнопку мыши. Посмотрите на эту дикую скорость. И она распространяется же не только на этот конденсор, она распространяется на несколько ближайших. К сожалению, это так, и некоторые топливомиобиосы здесь слишком в большом объеме складируются. У нас даже не все они успевают забираться, даже с использованием ультимативных ячеек. Это жесть какая-то. Не думаю, что это мне пока что нужно, но потом это обязательно понадобится. Здесь, по-моему, у меня еще куча разного-разного рода предметов имеется. Здесь я также себе стал размещать вот эти вот омега-старые и еще кучу-кучу всего интересного. Из проекта Е давайте пройдемся по ачивкам тогда сразу. Темную и красная материя, потом мне нужно создать кирку, а только потом кольцо силы. А, не только кольцо силы, но любое алхимическое кольцо, хорошо. А здесь нам просят создать любой инструмент из темной материи. Ну, допустим, вот этот вот меч, ну, как бы для него сразу использовать сердце, очень жаба душит, на самом деле. Пожалуй, пока что не будем. А в следующей серии, когда мы займемся полной автоматизацией этой самой схемы, то обязательно это мы сделаем. Давайте же, конечно, по традиции, заберем все ачивки, которые у нас здесь есть. Спасибо за очередной альтернатор. Еще одни элитры. И, в принципе, по большей части, весь этот лут нам бесполезен. Но ничего страшного. Весь лут, который для нас полезен, мы сможем заиметь тебе уже в следующей серии. Я думаю, то, что в таком случае, потихонечку мы с вами будем на этом заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда. Ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok